Доброго дня! Сегодня у нас рассказ о немецкой компании Ольбах. Компания Ольбах занимается изготовлением кабельной продукции, сетевых фильтров, аксессуаров, а также оборудования для профессиональных инсталляций и монтажа. Это одна из немногих компаний на рынке, которые имеют в своем ассортименте несколько тысяч наименований изделий. Значит, выпускает кабельную продукцию, начиная кабелей от S-Video и заканчивая кабелями для подключения устройств Apple. Имея в ассортименте такой огромный перечень продукции, тем не менее, компания не упустила самого главного, а именно качество изготавливаемых изделий. Но начиналось все в далеком 1975 году, когда Манфред Ольбах представил всего три модели акустического кабеля. Спустя 10 лет он зарегистрировал свою компанию Ольбах вместе с супругой, и к тому моменту компания имела в ассортименте уже довольно большой перечень кабельной продукции. Начиная с 1985 года компания постоянно развивается, отвоевывает свое место под солнцем, разрабатывает новые модели кабелей, следит за тенденциями на рынке, подстраивается под те устройства, которые начинают производиться, появляются новые разъемы и так далее. И к 2007 году компания входит в топ лучших компаний в мире по производству кабельной продукции. Ну и в 2007 году она вошла в состав германского холдинга Audiovox, в который также входят такие известные бренды, как Jensen, Heco, Magnat. Значит, компания подразделяет свою кабельную продукцию на 4 основные направления. Это Hi-Fi направление, это домашний кинотеатр, компьютерные кабели и кабельная продукция для профессионального монтажа и инсталляции. Значит, категорийность, так называемый уровень качества своей продукции компания обозначает звездочками. На упаковке, значит, 3 звездочки, 4 звездочки и 5 звездочек. Причем звездочки также бывают разного цвета. Вот черного, белого и так называемого золотого. Также Манфред Ольбах долгое время работал над упаковкой своих кабелей, значит, и в совместе с дизайнерскими различными креативными агентствами разработал такую интересную модель, дизайн упаковки. Значит, вот такие замечательные выражения эмоций на этой упаковке, которые характеризуют, на мой взгляд, ощущения от послушивания данного кабеля. Есть определенный креатив в упаковке этой кабельной продукции. Межблочные аналоговые кабели у компании Ольбах представлены в очень большом ассортименте. Значит, длинный от 0,5 до 7 метров. Значит, категорийность 3, 4, 5 звезд. Значит, звездный рейтинг кабелей подразумевает различие ключевых моментов, а именно материали проводника, экранирование, изоляции и конструкции кабеля в целом. Более подробно про межблочные кабели мы попросим рассказать Сергея. В предложении нашего обзора он поделится своими впечатлениями от кабелей Ольбах, ну и расскажет более подробно про них. Мы же сегодня поговорим немножко об межблочных аналоговых кабелях этой славной компании. Вся продукция компании Ольбах, она подразделяется на три основные группы. Первая группа – это начальный уровень, то есть эти кабели предназначены для аппаратуры начальной и средней стоимости. Подгруппа эта отмечается тремя звездами. В нее входят кабели межблочные NF1 Master Set, кабель Bit Stereo Set и кабель NF Set Ice Blue. Цена колеблется за метр в районе от двух до четырех тысяч рублей. Вот самый недорогой представитель этой подгруппы – это кабель NF Set Ice Blue. Это симметричный кабель, очень гибкий, экранированный. Вот он, этот кабель. Контактная поверхность – это покрыто 24-каратным позолочением. Кабель очень гибкий, сделан из бескислородной меги. Конструкция симметричная, как я сказал. Кабель подороже, он стоит около трех тысяч. Это Bit Stereo Set. Кабель также очень гибкий. Здесь уже конструкция коаксиальная. То есть в центре сигнальный проводник, экран, который также выполняет роль земляного проводника. Также качественные пластиковые разъемы. Контактная группа здесь пошире. Значит, стейкер также покрыт 24-каратным золотом. Вот уже в этом кабеле, вот даже вот в кабелях начальной группы компания «Ольбах» применяет бескислородную медь позолоченную. Кабель подороже, он стоит 4 тысячи рублей за метр. Это NF1 Master Set. Кабель имеет также коаксиальную конструкцию. Также применяется бескислородная посеребренная медь. Штекеры здесь цельнометаллические. Кабель очень гибкий. Сам сигнальный штырь, он в центре имеет вставочку такую из амортизирующего материала, которая делает контакт еще более плотным и надежным. Линейка подороже. Это подгруппа отмечена 4 звезды. Это вот золотая середина кабельной продукции этой компании. Золотая середина среди межблочных кабелей, аналоговых кабелей. Сюда входят Silver Express Plus, NF-14 Master Set и NF-214. Цена здесь колеблется от 8 до 12 тысяч рублей за метр. За метровый кабель. Вот этот вот кабель NF-14, он как раз самый дорогой в этой средней нише. То есть конструкция у него симметричная, балансная. Применяются более качественные изоляторы. Вот уже в этой подгруппе компания Ольбах применяет один из самых качественных на сегодняшний день изоляторов. Тефлон. Тефлон это, значит, он запатентован торговой маркой DuPont. То есть, ведь изолятор должен защищать не только от внешних агрессивных воздействий. Кислород, влажность. Сам химический состав изолятора, он также не должен влиять непосредственно на проводник. Здесь вот как раз тефлон, он как раз-таки отвечает всем этим запросам. То есть, надежная преграда от разного рода наводок. Помех, радиопомех. Стекер цельнометаллический, очень качественный. Здесь вот, значит, штекер разрезной. Еще вот и на штекере такое обжимное колечко, которое делает контакт очень долговечным, надежным. Также в центре штекера мы видим вставочка амортизирующая. Здесь, значит, кабель экранированный. И два симметричных... Симметричная конструкция. Два толстых многожильных проводника из качественной бескислородной меди, посеребренной. Следующий кабель NF-214. Этот кабель имеет коаксиальную конструкцию. Этот кабель, он самый толстый в этой линейке. То есть, экран, средний сигнальный проводник, многожильный. Имеет 384 жилки из бескислородной меди, посеребренной жилки. Цельнометаллический штекер. Очень качественный кабель. И очень гибкий кабель Silver Express Plus. У него также коаксиальная конструкция. Здесь применяется посеребренная медь. Очень хорошо посеребренная. Отсюда и название Silver Express. Качественные штекеры, покрытые 24-каратным золотом. Этот кабель называется Silver Express Plus. Потому что он дополнительно еще имеет вот такой вот заземляющий проводок. Это если его использовать с проигрывателем виниловых пластинок. Без этого проводка также кабель имеется. Он просто называется Silver Express. Вот как кабели Ольбах влияют на звучание. Ну, за все кабели Ольбах я говорить не буду. Но, по крайней мере, вот про эти три кабеля. NF14, NF214 и Silver Express я вот скажу свои наблюдения. Вот в моей практике эти кабели показали, что они в разных системах звучат по-разному. То есть, конечно, кабель надо все-таки подбирать под конкретную систему. Хотя, конечно, сказать проще, чем сделать. Ну, просто единственное, что продавец может под залог вам дать кабель или несколько кабелей для прослушивания вашей домашней системы. Но, тем не менее, вот что-то общее, тем не менее, вот в звучании этих кабелей прослеживается в составе разных систем. То есть, кабели имеют такой объемный звук, бархатистый, хорошо выражена басовая основа. Причем, вот, особенно она хорошо выражена у кабеля NF14. Но это вот именно в моем опыте, вот, говорю свои, как бы, наблюдения. Вообще, вот NF14, он, как бы, вот, калши источники звука, он крупняет их, делают крупнее так. Очень объемная сцена. Такая слегка, как бы, выдвинутая на слушателя. Вот. Высокие частоты, он немножко смягчает. То есть, в некоторых системах это будет плюсом. Опять же, вот, если, допустим, эти кабели подобраны неправильно, то, как бы, вроде, по всем объективным признакам, объективным таким характеристикам, вроде бы, добавилось детали и звуки. Стали глубже, басы. Но, тем не менее, вот, звучание почему-то не радует. Потому что, вот, наряду с этой детальностью, объемности, появляется какая-то схематичность подачи. То есть, кабель звучит немножко, как бы, вяло, заторможенно. Слушать не очень приятно. В правильно подобранной системе все меняется радикально. То есть, вот, вот эта вот бархатистость, объемность, она так и остается. Но к этому добавляется динамичность. Бас становится более быстрым, динамичным. Верх также как-то оживает. Все подается гораздо более эмоционально. То есть, слушать уже совсем другое дело. То есть, повторяю, в разных системах эти кабели ведут себя по-разному. И, наконец, представитель топовой линейки, пятизвездочной подгруппы. Подгруппа эта называется XXL, по аналогии с размером. Это кабель XXL серия 2. Этот кабель, значит, цена кабелей в этой подгруппе от 17 тысяч рублей за метр до 50 тысяч. То есть, вот видите уже какой разброс цен. Вот этот кабель стоит, это полуметровый образец, он стоит что-то в районе 16 тысяч рублей. Значит, почему такая цена? Во-первых, здесь применяется очень качественная монокристаллическая медь, которая сделана в Японии. Которая сделана только в Японии. Просто технология изготовления этой меди очень сложна. И по-настоящему освоили ее только в Японии. В Европе даже и не пытаются сделать вот именно вот такую вот медь. Так, здесь очень качественные разъемы, цельнометаллические. Также вставочка в штекере, амортизирующая, плотняющая, амортизирующая. Конструкция этого кабеля симметричная. Монокристаллическая медь. Аббревиатура HPOCC. Вообще, кабельная продукция компании Ольбах, она делается на заводах европейских, либо в Германии, либо в Швейцарии. HDMI кабели от Ольбах передают изображение и аудиосигналы технически безупречным способом для всех стандартов. Дополнительный канал передачи данных позволяет подключать аудио-видеокомпоненты с поддержкой интернета без использования дополнительного кабеля интернет. Многослойное экранирование и контакты разъемов, покрытые 24-каратным золотом, гарантируют стабильную передачу сигнала, полностью защищенную от помех. Кабели бывают разных длин. Также от 0,5 метров до 15 метров. К примеру, вот такой вот кабель. Вот такой толстый, очень качественный, хороший кабель. HDMI для подключения, к примеру, проектора к AV-ресиверу. Вот. Так, значит... Ну, кабели, конечно, изготовлены на высочайшем уровне. Такая вот оплетка, очень качественная. Прям вот видно толстые кабеля. Изоляция. Такие разъемы у них тут мощные. Кабеля эти недешевы, конечно. Категория ценовая. Но вот этого кабеля не меньше 7000 рублей. Сабвуферные кабели. Чтобы обеспечить идеальное качество звучания, активные сабвуферы также требуют наличия профессиональных кабелей. Кабели от компании Ольбах, они обеспечивают полное, без потерь восприятия звука и разработаны специально для чистого и мощного воспроизведения басов. Благодаря своей коаксиальной конфигурации и коннекторам, обеспечивающим особо надежные контакты, эти кабели гарантируют отличную передачу сигнала. Ну, кабели бывают сабвуферные, значит, вот таких конструкций. Тюльпан-тюльпан. Вот тюльпан-тюльпан. Вот такие тоже покрытые, позолоченные контакты. Также бывают тюльпан на два тюльпана. Ну, к примеру, вот эта модель. Вот тут два тюльпанчика, и с этой стороны один. Оптические цифровые кабели очень убедительны, благодаря своему высокому световому выходу с низкой рефракцией и отличному качеству передачи в формате Dolby Digital. Полный диапазон изделий от Ольбах в секторах цифровых преобразователей и штыкеров Toslink гарантирует отличный спутниковый прием и оптимальное соединение для аудио-видео компонентов и телевизоров. Ну, кабель в Ольбах действительно очень убедительный. То есть, разъемы, вот, если вам встречалось покупать технику, и там были готовые оптические кабеля, то они обычно тонюсенькие-тонюсенькие, разъемчики простенькие. А здесь вот и качество кабеля, толщина его, изоляция, разъемы. Все на высочайшем уровне. Тут пипка снимается. Вот так вот она выглядит. Также они подразделяются по звездности. Трехзвездочные, четырех- и пятизвездочные кабеля от Ольбах. Линейка высококачественных антенных кабелей для подключения к телевизору. То есть, очень хорошие кабели антенные, с отличной изоляцией, разъемы очень плотные. Вот такой хороший антенный провод. Позолоченные контакты. Коксиальные кабеля. Тоже очень хорошего уровня. Пожалуйста. Так, также кабели очень популярны. Миниджек на два тюльпана. Бывают разной длины. Также 5, 3 метра, 1,5 метра. Очень часто используются для подключения мобильных устройств к усилителю. Такие разъемчики. Так, кабели для устройств Apple. Большой выбор аксессуаров. Различные шипы. Регулируемые, стационарные. Такие вот тряпки для ухода за аудиотехникой. Демпферы. Вот такие для уменьшения вибраций. Различные бананы. Также, вот видите, вот это вот 5-звездочный бананы. Это 3-звездочные. Простенькие. Разъемчики. Разного типа. Переходнички. Вообще, аксессуарная линейка очень широкая у компании Ольбах. Тут и лопатки. И много-много различных всяких зажимов, разъемов и так далее. Ассортимент акустических кабелей от компании Ольбах поистине впечатляет. Широкий модельный ряд. Сечение от 0,75 до 6 мм. Это если кабель брать нарезку. Также очень много предлагается вариантов готовых акустических кабелей. Но в нарезку вот, к примеру, очень хороший кабель для тыловых колонок сечением 1,5 мм. С посеребрением. Вот такой. Такая вот модель. Они все есть на нашем сайте. Представлены эти кабеля. Есть плоские акустические кабели. Также посеребрянные. Вот такая модель кабеля. Есть акустический кабель для прокладки под плинтус или ковер. Вот такой. Вот он плоский. Как жевательная резинка. Вот такой вот интересный. Также очень популярная, к примеру, вот модель кабеля 10-11, который берут часто для подключения фронтальных колонок нарезку сечением 6 мм. Ну, не даром такие бренды, как Хека и Магнат, используют внутри своих акустических систем прокладку кабельной продукции Ольбах. А звучат Хека и Магнат замечательно. Мы это с вами знаем. Поэтому я думаю, что уровень этого кабеля довольно высок. Вот еще есть вот такой вот плоский кабель сечением 4 мм. Тоже интересная модель такая. Также кабеля акустические продаются в небольших катушечках по 10 метров, по 30 метров и по 20 метров. Можно купить такую катушку. готовые акустические кабеля уже в сборе с бананами и так далее также имеют различную конфигурацию по звездам 3, 4, 5 звезд. Вот это вот 5-звездочный акустический кабель. Вот этот кабель часто называют сварочным, потому что толщина этого кабеля похожа на сварочный провод. Мощный, большой. Продаж по данному кабелю на моем опыте не очень много, но вот те, кто купил, я думаю, что нисколько не пожалели. Также есть готовые кабеля для подключения по биварингу. в том числе компания Ольбах выпускает сетевые фильтры и разветвители. различные 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 также если мы говорим о категории товаров для инсталляции выпускаются различные настенные панели вот такие вот можно в стену вмонтировать такую и так будет красиво торчать HDMI VGA акустические разъемы видео и так далее. Ну вот вкратце на сегодня по компании Ольбах все получился такой у нас довольно емкий обзор потому что товаров очень много у этого бренда приглашаем вас всех к нам за покупками спасибо за внимание всего доброго